Добрый день, в эфире Молодежная ТВ. Меня зовут Кабанова Анна, и сегодня у нас в гостях Чукасина Анталия Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. 1 ноября у вас намечается крупное мероприятие. Расскажите немножко о нем. Да, это действительно очень большой праздник для жителей города, для тех, кто чтят, кто помнит Елизавету Федоровну Романову. Этот праздник связан, я думаю, что он даже такого мирового значения, так как в этот день родилась когда-то Елизавета Федоровна Романова, и ее жизнь была связана с нашим городом, с городом Алабайском. Поэтому мы хотим открыть двери, двери мемориальной комнаты, чтобы все желающие могли познакомиться поближе с ее жизнью, с ее, скажем так, достижениями, да просто с ней самой. Чем он будет интересен для молодежи? Елизавета Федоровна очень много помогала детям, очень много помогала подросткам. И я думаю, что вот эта вот ее сфера деятельности в этом направлении будет интересна молодому поколению, но, наверное, самое главное то, что это, опять же, история нашего города. А молодежи интересен город. Он, когда обретает какое-то лицо определенное, когда мы знакомимся с его историей, он просто становится еще более красивым, еще более любимым. Сколько по продолжительности будет это мероприятие? Мы открываем двери в 9 часов утра, и весь день у нас расписан, то есть будут вести экскурсии, кинофильмы будут показываться, связанные, опять же, с темой Елизаветы Федоровны, князьями романовыми. Мастер-классы, то есть от мала до велика мы ждем всех, и для каждого найдется что-то, то особенное, что было бы особенно интересно. Это мемориальная комната, которая находится в Напольной школе по адресу Ленина, 77, ну или знают еще как Перминова, 58. Но это здание пройти мимо нельзя, оно очень выделяется среди архитектуры, очень заметно, много сейчас и указателей, поэтому мимо точно никто не пройдет. Самое главное дойти до нас, постучаться к нам, и мы будем очень рады показать все, что у нас есть. Вход свободный с 9 до 18 часов. Приходите, мы вас ждем. Ждем всех 1 ноября в мемориальной комнате. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Всего доброго.